В Нарьинмаре с размахом отметили день рождения Ненецкого округа. Праздничные мероприятия, посвященные 91-й годовщине образования региона, проходили в Центре арктического туризма 12 и 13 сентября. Подробнее о том, как горожане и гости города провели эти выходные, в материале Ольги Русол. Разнообразные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия 91-й день рождения Ненецкий автономный округ решила отметить с размахом. В июле 1929 года постановлением в ЦИК создан Ненецкий округ. В марте 1935 года появилась окружная столица Нарьинмар. За более чем 90-летнюю историю Ненецкий округ прошел славный путь. Сейчас это динамично развивающийся регион, донор на территории которого ведется добыча нефти и газа. Но главное богатство Ненецкого округа, безусловно, его люди. В рамках праздничных мероприятий жители Ненецкого округа, внесшие вклад в его развитие, были удостойны государственных наград Российской Федерации субъектом. Их вручили глава региона Юрий Бездудный и председатель регионального парламента Александр Лутовинов. В округе очень много полезных ископаемых, нефти, даже газа. Но самая большая ценность округа – это люди. Те люди, которые создавали этот округ, которые ковали ему славу. И вот именно этих людей сегодня хотелось бы отметить. И мы обязательно сегодня наградим этих людей, которыми гордится наш округ. Когда мы говорим «Ненецкий автономный округ», это прежде всего наши люди. Это наши заслуженные ветераны. Это наша замечательная молодежь. Это все те, которые сегодня трудятся на влага и просветание нашего региона. Поэтому мы с твердой уверенностью можем сказать, что округу быть, округу строиться и развиваться, округу процветать. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд государственной наградой Российской Федерации орденом почета награжден заведующий хирургическим отделением Ненецкой окружной больницы Николай Гмир. Побольше внимания здравоохранения, чтобы бюджет соответствовал тем требованиям медицины, современной медицины и помогать внедрять высокотехнологическое исследование лечения больных. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, почетное звание, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации присвоено тренеру спортивной школы труд Алексею Коткину. Когда я случайно узнал, что такая награда будет не вручаться сегодня, я, конечно, вначале не поверил. Это очень высокий уровень. И я очень благодарен администрации Ненецкого автономного округа, администрации спортовского Олимпийского резерва на труд за такую высокую оценку моей работы. Государственных наград Ненецкого автономного округа удостоены 22 жителя региона. Медалью за особые заслуги перед Ненецким автономным округом награждена учитель русского языка и литературы школы номер один Валентина Кононова. Я считаю, что учитель должен быть отмечен и к нему должно быть самое, что не наесть пристальное внимание, потому что от учителя в этой жизни зависит почти все. Не будет ни врача, ни инженера, ни космонавта, если не будет учителя. Мы, конечно, благодарны органам власти региона за то, что они поддержали наше хозяйство о награждении наших коллег высокими наградами округа, потому что каждый из них отдал, ну, скажем так, наверное, львиную часть своей жизни. Вот если брать Валентина Ивановна Кононова, у него стаж почти 49 лет, если брать Надежду Анатольевну, у него тоже 42 года стажа. Поэтому, действительно, это люди, которые посвятили всю свою жизнь народному образованию нашего региона и, действительно, они получают награды. Мы гордимся тем, что высшая региональная награда будет вручена учителю, который почти полвека посвятил взращиванию интеллектуального потенциала нашего Ненецкого автономного округа. И благодарим инициативную группу депутатов, которые поддержали ходатайство. Также в рамках празднования Дня Ненецкого округа прошло награждение памятной медалью президента России за активное участие в организации проведения общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Общероссийская акция взаимопомощи в условиях пандемии, коронавируса «Мы вместе», организаторами которой стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров стартовала 21 марта 2020 года. «Мы с несколькими еще девушками шили маски для медицины и потом еще шили маски для населения Ненецкого автономного округа». «Приятно, что ваш труд, ваши дела заметили, что вас отметили». «Да, очень приятно, спасибо большое». «Это как стимул дальше помогать людям, что тебя видят, тебя запомнили, что вот ты помогаешь». «Волонтеры осуществляли закупку и доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, обратившимся за помощью самоизолированным гражданам, а также лицам старше 65 лет, ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной войны. В праздничной программе много спортивных мероприятий. На территорию турцентра жители и гости округа соревновались в армрестлинге, сдавали нормы ГТО, принимали участие в занятиях по стрейчингу, йоге, игре в лазертак. Среди них наша коллега, журналист Алена Людвиг. «На самом деле я приехала по работе для того, чтобы написать об этом замечательном мероприятии. Но увидела духовое ружье и решила попробовать свои силы, потому что стрелять я люблю, не только глазами, у меня это неплохо получается, а как настоящий чекотский охотник, яинский тоже попадаю белки в лаз первого раза». В комплексе со стрельбой Алена решила попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Сдать их на значок или просто потренироваться здесь мог каждый желающий. «Если у человека есть ID номер, он уже зарегистрирован, то у него могут принять полноценный экзамен, занесут в базу данных, то есть некоторую часть он сдаст, а потом уже впоследствии будут сдавать остальные части». Забег «Арктик Хира», участники которого преодолели дистанцию, состоящую из 12 испытаний, направленных на выносливость, скорость, быстроту реакции, мотокросс, битва мангалов и многие другие развлечения, не оставили среди гостей праздника равнодушных. «Что бы вы нашему Денецкому округу пожелали?» «Тоже, что и себе пожелал бы. Благополучия, процветания, перспектив самое главное». «У нас округ стал за последние 10 лет очень красивый, пускай продолжается в том же темпе». «Здесь моя родина, здесь у меня родители живут, семья моя, поэтому мне нравится это все». «Что я здесь родился?» «Здесь родились и выросли. Выросли и родились здесь, в Денецкому округу. Я желаю, что там есть такой погодой, как сегодня. Солнце и всем удачи, здоровья, счастья». Оба праздничных дня завершились концертом звезд российской эстрады. Ольга Русул, Влад Ткачев, телеканал «Север». «Я-на-гивtain, выросли, что тоже вот здесь. Вырослиücke, груз» «Север», «А вырослиrovичка, груз» «Вот здесь отсюда. Выросли feu'» «Всенецкому округа родине,anca míь мой school с Fuß » «Всенецкому округа родине,灯» «Всенцкому округа родине,ahl» «Хов��릴» «Энкос 41, 2 лет сп 365.0»